Всем большой привет! Мы с Максом и там еще папа Макса. Гуляем. Смотри, машина, отойди. Гуляем в нашем любимом парке, парк Сашенко. Бабочек ловим, на уточек кормим лавашом. Мы с Максом тут сидим. Макс, пошли, смотри, бабочки две. У нас еще все так зелено-зелено. Не чувствуется осенью вообще. Хоро где, конечно, листики. А падают. Небо синее, красивое. Но одеты мы не совсем по-летнему. Макс в реглане. В кроссовках непромокаемых, потому что в любой момент может начаться дождь. Обожаю этот лес, обожаю этот парк. И у меня сегодня отличное настроение. Чего и вам желаю. Смотрите, у нас еще цветочки цветут. Класс, класс, класс. Солнышко. Хайлайтер Makeup Revolution. В виде хайлайтера под бровью и на скуле. Мама с детства в папе заиграла. Главное сейчас челюсть сломать. Хорошо. Ха-ха-ха. Ты Макси сними. Макси снимай. На горке, Макс. Уживайся в пол. Уживай меня. У-у-у. Боже, как здорово. Я так не каталась. Лет 14 уже. Я надеюсь, досточка выйдет. Да, пап? Да, мам. Мы нашли какую-то заброшенную площадку с шикарной детской горкой. Вряд ли меня слышат. Ну ладно. Качеля классная. Сейчас. Всем большой привет. Я делаю очередное добро на показ только для того, чтобы призвать вас делать так же. Я купила слойку с курицей и лаваш, и бутылку воды. Там вот сейчас находится человек, который нуждается в нашей помощи. Он лежит на сырой холодной земле, и 25 гривен в общей сумме очень помогут человеку. Поэтому мы с вами сейчас попробуем ему предложить помощь. Но зачастую призывы о помощи, да, или попытки помощи заканчиваются как-то плачевно. Я купила лаваш, слойку с курицей, и хочу сейчас предложить вон человечку, который лежит. Что, попробуем подойти? Сейчас лежит человек. Здравствуйте. Я хотела бы вам помочь. Вы кушать хотите? А? Водичку вам принесла, и хлебушек тут. Есть лаваш с курицей. Спасибо. А почему вы тут? Негде. Негде жить? Нет. А сколько вам лет? Я малетка. А почему? Вы выгнали вас из дому или как? Сестра выгнала. Некуда пойти? Вы постоянно тут? Нет. Нет? А как вам помочь можно? А у вас кушать есть на постоянной основе негде, да, покушать? Мусорик. Съешьте пока тёплая. Там лаваш с курицей. Съешьте лаваш с курицей. Съешьте лаваш с курицей. Подождите, у меня живот плавный. У меня алкогольный гепатит. Я лежала две недели в больнице. У нас в больницу пришла недавно. Во днях. Может, вам денежку дать? Ну, это если я потом на воду, потому что... Я просто хочу призывать людей помогать таким, как вы. Я вижу, что вы не алкоголик и не... Я дворникам помогаю у вас, подрабатываю. Спасибо. И вам спасибо. Старайтесь как-то жить, потому что холода скоро и... Знаю, вот именно. Всего вы дышите. Я за что? Всем привет. Я сейчас в гостях Оли Гардеги. Девочка, которая лечится от рака. Девочка, приехали с Олей в клинику Спиженко на лучевую терапию. Удачи! Последний сеанс остался. Лучевая терапия. Ротик. Сильнейший душ. Вообще сильнейший моральный человек. Сильнейший человек, которого я знаю. Алексей, что ты сейчас будешь делать? Помывать порт. Ты рада? Я там боюсь. Честно, я не делаю так. Абсолютно. Не, я надеюсь, будет не будет. Это не та клиника, в которой я лечилась. Но все врачи почему-то тут. Ну да, но тут комфортно. Тут интереснее, наверное. А я тебе скажу. Отдельно? В самолетах. Вип-отделение. Вип-отделение. Не, не вип-зал. Вип-зал. Ты можешь откинуть ножки. Да, откинуть ножки я не собираюсь пока. Подожди. Да нет, ты стульчик. Не, мне так сидя удобно. Ладно, ждем. И что ты? Нормально. Полет нормальный. Надо же все попробовать. Везде. Везде. А ты как? Ничего. Ага. Да. Молочко мне потребно, я снимаю, правда? Ну конечно. Ну я думаю, такая есть. С первой химией, которая не носит. Всем огромный привет. Хотела показать вам свои покупки. Вы, я знаю, достаточно часто просите показывать, с чем я прихожу из магазина, что я покупаю и вообще, что мы покупаем из продуктов. Так вот, снова у нас мяско. У нас закупка два раза в неделю, потому что я всегда супы варю, жарим мы много, запекаем, тушим, на гриле делаем тоже много мяса, поэтому у нас оно всегда расходуется. Голи не купила килограмм, три филе куриное. Сейчас буду делать фаршированный перец. Перец домашний. Вот, смотрите, какой огромный. Я думаю, будет очень вкусно. И килограмм крыльев. Крылья люблю я. На гриле делаю, в медовом соусе. Обожаю просто. Дальше. Очень часто захожу в восточную лавку. У нас здесь вот для дома есть. И я думаю, каждый, кто живет на Минском массиве, знает этого прекрасного дядечку, который добрейшей души человек. И взяла такие вот шоколадные финики. И взяла вот такие вот сухофрукты. Это ассортии, по-моему... В общем, сухофрукты. Я добавляю их к овсяной каше и к гранолам. Граноле. Граноле. И семена чия тоже вот добавляю. Короче, делаю коктейли и завтраки вот именно с вот этими кусочками. Дальше у меня папа любит, муж любит и Макс тоже иногда может скушать вот такие вот конфетки Жако, птичье молоко. Внутри оно такое воздушное, очень мягенькое и вкусное. Поэтому взяла на развес. Вот это бэ у нас. Дальше масло. Купила такого вот 73% жира без руслынных жирив. Не знаю, беру первый попавшийся, если честно. Дальше Макс любит вот такой вот сырочек. Это десертный... Десерт сырковый. Крем. Выршковый. Сливочный. Вкусненький называется Машенька. И здесь сверху еще коробочка с шоколадными шариками. Такими вот, знаете, хлопья. Типа как вот, видите, вот такие. И он очень любит их смешивать и приятно хрустят. Поэтому иногда вот покупаем ему такие десертики. Дальше. Что я хотела вам показать. И сказать, вы знаете, ягутынтикой. Зовут ягутынтико. Если вы вдруг смотрите, взяла детский йогурт. Брала его себе. С банановым вкусом. Он был запечатан. То есть, вот, все было на месте. То есть, он не открыт был. Здесь мы видим, сколько миллилитров. 200 грамм, да, должно быть. Я как-то вот пришла домой. Достаю его из пакета и понимаю, что он реально вот где-то настолько наполнен. Потому что что-то он слишком легкий. Я его открываю, смотрю, а его там, ну, максимум вот так. Выливаю все содержимое вот этой бутылки в стакан. Стакан 200 миллилитров. И посмотрите, сколько здесь йогурта. Это жесть, конечно. Наживаться на детских продуктах, это у нас, наверное, в норме. Поэтому будьте внимательны. Как-то тактильно, понимаете, да, или на вес, или на глаз, понимаете. Или посмотрите на свет, сколько в бутылочке продукта. Потому что он стоил недешево. Green 14, по-моему, он стоил. И вот, видите, половина. Тут максимум грамм 100-130. Написано 200 грамм. Он был полупустой. Упаковка была запечатана, поэтому я уверена, что ее никто перед нами не открывал. Вот такие вот дела. Буду сейчас фаршировать перчик, поэтому не знаю, снимать для вас что-то или нет. Может быть, уже сам процесс, когда будут готовы подготовлены продукты, покажу, что и как я буду делать. Всем еще раз большой привет. Я собираюсь жарить мясо с овощами. Скорее тушить, чем жарить. Я хочу сделать подливку к пюре картофельному. Просто, чтобы можно было полить вкусным. То есть, это как сатэ овощное с мясом. Вот. У меня здесь три куриные грудки. Два перчика. Это домашний перчик. Такой вот болгарский сладкий. И такой вот крымский, да, называют его, темный лук. Вот это все я сейчас буду нарезать и обжаривать на сковородке. Наше. Такое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Я нахожусь у свекрови дома в гостях. Ей сегодня 59 лет, у неё день рождения и я рубаю салаты. Ждём гостей. Мне кажется, лучший подарок это присутствие родных. Сори за такой внешний вид. Вы меня ещё не видели в новом образе, но у меня косой до попы. Сама плела 20 часов, поэтому, не знаю, как-нибудь сяду, расскажу вам. Вот, сейчас буду рубать салатики, чистить яички, яйца. Чистить яйца, морковку. Больше всего не люблю чистить морковку. Вот, так что, вот такие вот дела. Будем сейчас гостей встречать. Собрали все родные, муж, муж и сестра с мужем, мама, свёкор, свекровь. И будем праздновать в семейном кругу. Поэтому, вот, у нас сегодня праздничная атмосфера. Получили подарок Максима. У нас со свекровью и Максом 5 дней разница. Макс родился 25 сентября, свекровь 30-го. И они решили, вот, сестра мужа, это крёстная Максима, они решили, вот, дедушка-бабушка с крёстной подарить ему батут. Я чуть попозже сниму. Мы его собрали в доме, потому что на улице холодно. У нас 3 градуса было сегодня. Вот, и мы собрали батутик такой, вы знаете, сеткой, как вот есть в игровых зонах, да, или где-то в развлекательных центрах. Он просто обожает батуты, и во дворе будет стоять летом потом шикарно. Макс обожает это, потом сделаем ещё горку здесь во дворе. Вот, так что вот такие вот дела. Мы сегодня празднуем день рождения свекрови. Обожаю просто свою свекровь. Отношения у нас потрясающие. Я безумно люблю семью мужа и вообще уважение, любовь и поддержка у нас всегда есть друг к другу. Поэтому всем желаю таких свекрови, да, и такой родни со стороны второй половинки. Вот, всем хорошего настроения, а я начинаю чистить яйца. Все.